Специальный музыкальный проект на радио Максимум. Максимум. Привет, дорогие радиослушатели. Я Шура. Я Лёва. Это не х** его. Программа «Биология» на радио Максимум. Добрый вечер. Вы слушаете программу «Биологию» и микрофонов Шура Би-2. И Лёва Би-2. Сегодня у нас грядёт продолжение разговора с интереснейшим музыкантом Василием Шумовым, группа «Центр». Добрый вечер, Василий. Здравствуйте ещё раз. Дело в том, что мы действительно очень долго пытались как-то с тобой связаться. Ты жил достаточно долго в Америке. И как-то вот не получалось. Сейчас ты живёшь здесь. Расскажи о твоих планах, что происходит сейчас с группой «Центр». Значит, во-первых, причиной моего нахождения в Москве является представление нашего нового альбома. Вот, значит, несколько траков мы сегодня послушаем. Альбом называется «У прошлого нет будущего». Он вышел буквально перед Новым годом. То есть, в конце 2008 года. Также я занимаюсь представлением переиздания архивов группы «Центр» в 80-х годах. В начале 80-х годов мы тоже выпустили около 8 альбомов. И это будет продолжаться. Вот нам Полина проговорила, что вроде какое-то кино ты представляешь здесь, в Москве. Да, это значит, я в последнее время занимался видеоартом. И сделал такой своего рода экспериментальный фильм, который называется «Тёмный угол Келтона». Вот. И что это такое? Ну, помимо того, что это сделано в такой стилистике фил-нуар. Ну, это опять отдельный разговор. Это фильм-нуар, это стиль, который возник в Америке во время Второй мировой войны, когда американские киностудии не имели денег, потому что все деньги шли на войну. Но фильм они выпускали. И вот такие низкобюджетные, иногда их называли «Би-мовис», снятые на черно-белой пленку, с минимальным количеством света, с минимальным количеством актеров. Поэтому контрастность. И в основном это были какие-то детективы, что называется, криминальная драма. И они были сняты или в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в этом, в урбанизме. И мне это дело почему-то очень понравилось. И вот я решил сделать фильм именно в такой стилистике. Но, если на момент, что у меня в нем принимают участие несколько актеров, которые были в фильмах такого знаменитого американского режиссера, которого зовут Эд Вуд, но у него есть своя как бы специфика. Он признан худший режиссер вообще всех времен. Его план 9, вот этот план 9 из «Открытого космоса» в фильме признан самым худшим фильмом всех времен. И вот у меня актеры из этого Эд Вуда. Ну, с тех пор это уже пересмотрено, кстати говоря, потому что он был пионером независимого кино в 50-е годы, когда никто не думал в Америке, да и в мире, что ты можешь сам фильмы делать. Вот фильмы не дома смотреть, а чтобы их дистрибтировать в кинотеатрах, то есть конкурировать со студиями «Парамоунт», «МГМ». И он делал фильмы сам, но сам он по себе был персонаж колоритный. Там он был трансвеститом, он носил женское белье под мужской одеждой. Причем трансвестит – это не гомосексуалист, это мужчина, который любит носить женскую одежду. У него была какая-то кофточка такая, типа пуховая, из «Ангоры», в которой он фетиш, он ее обожал, так все время одевал. Сам он ветеран войны, он был на войне, на японском фронте во Вторую мировую войну. У него зубы выбиты в рукопашном бою, то есть у него были вставные зубы. И он больше всего боялся на войне, что если его убьют, и если трупы будут забирать, то у него под военной формой были женские красные атласные трусики. И он не мог допустить этого позора среди своих друзей по роте. Потому что ну все тогда было бы. Запалили. Да, да все. Даже трупы он не мог себе позволить. И у меня несколько актеров в моем, сохранившихся с тех пор. Они еще живы, да? Ну главный герой вот этот Келтон самый. Келтон это такой был трусливый полицейский Келтон, персонаж в нескольких фильмах Эда Вуда. Но из-за того, что это актер, который зовут Пол Марко, он был вот в этих худших фильмах худшего режиссера, он с тех пор больше нигде не снимался. И он настолько въехал в этого Келтона, что вот у него была эта форма полицейского 50-х годов. Он в ней везде ходил. То есть в моем фильме он в той же самой форме, что он был в фильме «План 9» из «Открытого космоса». А он жил в Лос-Анджелесе, он же старенький был. И он, когда из дома выходил, он ее одевал. То есть он везде ходил вот в этой форме. И он у меня вот, значит, как бы в главной роли. Но, когда мы делали, он по ходу съемок умер. Это абсурдная ситуация, так? А кто знает историю Эда Вуда, у него была примерно такая же ситуация с его фильмом... С Белой Лагоши. С Белой Лагози, как Белый Лагоши, который в молодости лучше Дракула. Вот оригинальный фильм Дракула, там 30-х годов, это вот Белый Лагоши. Там он называет Белый Лагози. Он венгер по происхождению. Ну, когда он уже состарился, уже был, как бы, карьера закончена. А он потом стал еще диким наркоманом, потому что у него были проблемы там со спиной. И вот на этих, на обезболивающих средствах он превратился в наркомана. И Эд Вуд, его на это дело как подписал в свои фильмы. Он не хотел, потому что он был Дракула, звезда Голливуда. А тут теперь этот какой-то вот... Он понимал, с кем он имеет дело, что это не гений, так? Кинематографа. Но он подписался, ему деньги нужны были, и наркотики ему нужны были. И вот у него собрался такой коллектив актеров, у Эда Вуда, дикая и колоритная личность. Этот Белый Лагоши, этот Пол Марка. У него был списанный Тор Джонсон, этот борец, швед, огромная такая глыба там. Вот он у него в фильме был. Потом такая у него была вампайра. Это тоже из одного американского ТВ-шоу 50-х годов. Такой типа ужастика. Она была похожа на такую какую-то, ну, типа... Кофик. На этот, на Фрик, на Гот. Кофик, да. Кофик принцесс, да. Съемочная, значит, сессия, и парень у нас, который в фильме был, должен заехать его забрать на съемку. Это там же, в Лос-Анджелесе, в центре города, там, на одной автостоянке. Я уже собираюсь выезжать туда, на эту автостоянку, где у нас были съемки. А он мне звонит и говорит, Василий, тут такое дело, я прихожу к Полу Марку, а он умер. Я говорю, что значит, умер? Я захожу, а он сидит в кресле, у него в руке телефон, и он синий. Так, ну, у него сердце остановилось просто. Сумасает. Вот. Ну, это все такое фрик-шоу полностью. И вот, ну, когда он умер, мы думали, ну, что делать, так? Какое-то было у нас такое, как бы, смятение. Ну, умер главный герой. Но из-за того, что это имеет отношение к Эдвуду, так, из-за того, что Эдвуд, когда он убил Логоша, умер, он нашел вариант доснять это все. И мы решили, вот, как память Эдвуда и Полу Марка, доснять это и представить в виде трилогии. Трилогии, потому что сам этот Полу Марка, он всегда говорил о себе, что Эдвуд обо мне сделал трилогию. То есть, он был в трех фильмах Эдвуда, так, как полицейский Келтон, трусливый полицейский Келтон. Но для него это была трилогия про Келтона. Он думал, что он там главный человек во всех этих трех фильмах. Там это Брайд оф зе монстр, План Найн и этот, и Найт оф зе голлдс. И вот мы сделали тоже трилогию, которая, значит, вот планируется быть представлена, значит, в конце марта, как такие супер-серии вот на Майспейс. Отлично. Я предлагаю прерваться на несколько секунд и послушать музыку Square Pusher на радио, максимум. Значит, Square Pusher, это, значит, кто не знает, это один из ведущих электронных музыкантов и продюсеров, англичанин. По-моему, настоящий имя Том Дженкинс. И именно вот эта композиция My Red Hot Car, она для меня тоже уникальна из-за того, что он сам по себе имеет как бы такой, что ли, ореол-экспериментатор. Вот если послушать его альбомы, там навороты сплошные какие-то, то есть это не песня, это какая-то такая чумовая электроника с дикими перепадами в темпах, в тембрах и так далее. Но вот для меня вот понятие, что такое в электронной музыке хит, это вот это и есть вот эта песня. Продолжение следует... 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 Примерно в то же самое время... А в то время... Жанна не писала песен своих... То есть у него материала на свой альбом... У него не было... Ну и как вот... Идея появилась такая... Что она говорит... Что вот она еще... Когда в Москву приехала... А центр тогда уже давал концерты... Вот в этом андеграунде... Еще до... До грубо браво... она, типа, была фанаткой Центра. И какие-то песни ей нравились. Вот когда она ходила на эти подпольные концерты, когда еще вообще только что в Москву она приехала. Вот. И появилась такая идея, что сделать альбом из песен Центра, но в ее исполнении. Вот и отобрали, значит, песни, те, которые ей тогда нравились, еще какие-то добавились. И альбом такой непродолжительный получился. И мы записали сразу же после вот этого альбома «Тектоник» на той же аппаратуре. И альбом называется «Nin 90s». Вот. И почему такое название? Потому что у нее был вот этот никнейм «Nin 90s». Вот у нее был на автоответчике, если звонить, «Hi, this is 1990s». То есть она себя называла «Nin 90s». Потом это дело кончилось просто «Nin 90s». Так? Ну, американцы все сокращают. «Nin 90s». То есть для американцев «Ну, а это кто у тебя? А это «Nin 90s». Вот «Nin 90s». И так она называется. Ну, «Nin 90s» типа 90-е. 90-е годы, да? Вот. И сделали мы этот альбом. У меня такой был как бы такой свой небольшой лейбл этот «Love Productions». И на этом лейбле это было выпущено. И «Тектоника», и вот этот «Nin 90s». И... А потом она уехала из Лос-Анджелеса. Вернулась, значит, вот сюда в Москву, да. Вот. И вот так вот историю вот с Жаной Гузарой. Что касается альбома «Брюлек», эта картина такая, что это был 85-й год, ой, 95-й год. И здесь, значит, уже как-то так более-менее сформировалась какая-то новая жизнь в Москве. Вот эти там лихие 90-е или как что. Ну, уже как-то так. Люди как-то уже адаптировались вот к новым условиям. И я поддерживал отношения с музыкантами центра разных лет. И в то время, значит, тут был какой-то такой, ну, дикий бизнес. Вот в 90-е, лихие 90-е, да. Вот. И у ребят из центра разных составов, которые были в Москве, с которыми, значит, там по телефону созванивалось время от времени, была такая, что ли, идея. Ну, мы можем, давай что-нибудь сделаем, что-нибудь сделаем, что-нибудь сделаем. Вот. И... Я тоже тогда переехал в дом. И я в доме сделал уже студию более-менее приличную с своим в Лос-Анджелесном. Сан-Фернандо Валья тогда уже в ней жил. Вот. Я говорю, ну, давай сделаем так. Если вы ко мне сюда приедете, то мы тут у меня запишем альбом. Вот. И ни материала не было, ничего. Ну, просто вот та сама идея, потому что у меня была достаточная вот эта студия. Если вы помните, в то время были популярны Олесис Эйдат. Да, Эйдат. Эйдат. У меня вот было два Эйдата, то есть 16-канальные Эйдаты. Ну, знаешь, забытый мертвый формат, они еще в студиях находишь, и блонд, и в Австралии в Челлочи. Тогда это было... Да, это главное. Это все, что это цифровое Эйдат. И ребята, значит, в Москве нашли возможность, значит, найти средства, чтобы выехать ко мне. И тогда визу давали американцы, значит, я сделал приглашение. И буквально, как я понял, что они едут, вот, и буквально в течение, наверное, десяти дней я сочинил все песни. Все песни к этому... Вот к Брюлику, да. Вот буквально в течение десяти дней, как-то одна, вторая, третья, четвертая. И причем сочинил на гитаре, потому что я попал опять вот в это старое... Центровское гитаре. Вот в этот... Менталитет и вот это психическое состояние, что я сразу взял гитару, на кучусь с гитарой, сразу сочинил песни. Вот, и они приехали, и мы это, все это дело записали. Там еще нам несколько моих друзей, американцев, музыкантов, помогали записывать, ну, просто как-то гостевые музыканты. Вот так получился альбом Брюлик. По-моему, наконец появляется, Василий, молодое поколение, Postal Service. Postal Service, значит, с этой песней у меня история такая, что я ее сам для себя открыл, слушая музыку в машине, радио FM, радио в Лос-Анджелесе. Там есть несколько радиостанций, которые передают такой, ну, современный, в основном рок, потому что электронная музыка в Лос-Анджелесе, и вообще в Америке на FM, она как-то так не прижилась. Но вот именно эта песня, я езж в машине раз, раз появилось, два появилось, и мне в ней зацепил звук малого барабана, потому что, ну, вот если вот будете слушать, обратите внимание, звучит просто как старая драма-машина какая-то такая, уже допотопная, которую я помню в 80-е годы, которыми я сам пользовался в Москве тут вот. Роландовская, да, или Боссовская? Или Роланд, Босс, Корк, ну, вот эти все допотопные. Ну, звук этот меня подкупил. Вот. А потом я стал интересоваться, и оказалось, что группа называется Postal Service, и эта группа, которая состоит из двух человек, и там певец из группы такой более известной, она называется Death Cup for Cutie. Death Cup for Cutie, да, канадский... Это вокалист вот из этой группы. И там всю вот аранжировку делает такой электронщик, продюсер. Вот эта группа состоит из этого человека. Но интерес состоит в том, что они на радио попали только благодаря вот своей личной какой-то раскрутке. То есть вот я потом поинтересовался, то есть это не исходило от лейбла, там, от какого-то продюсера, это исходило от них самих. То есть вот группа, вот этот проект, они сами себя и как-то раскрутили. И сама песня мне нравится, и вот интересно то, что она меня пробила в машине вообще. Postal Service на радио Максимум. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Программа «Биология» на радио «Максимум». Специальный музыкальный проект на радио «Максимум». Привет, дорогие радиослушатели! Я Шура. Я Лева. Программа «Биология» на радио «Максимум». Вы слушаете программа «Максимум». Вы слушаете программу «Биология». Вы слушаете программу «Биология». У нас в гостях Василий Шумов, группа «Центр». Мы уже начали говорить о независимых лейблах. Знаем, что у тебя в 90-х у тебя был независимый лейбл, и достаточно сайт у тебя активный был как раз в 95-96 году. Можешь рассказать о двух словах? Значит, тогда это называлось «Лава Продакшнс». Это как бы было продолжение той организации, которая у нас появилась в Москве. Мы выпускали еще как ассоциации «Лава» в Москве несколько альбомов на виниле на фирме «Мелодия». Как бы экспериментальная музыка. То есть мы все отдавали, записи, а они просто их печатали. Там вышел такой сборник из четырех винилов под названием «Ассоциация «Лава». Значит, в Лос-Анджелесе где-то до второй половины 90-х годов я реализовал музыку на своем лейбле «Лава Продакшнс». По окончании института, значит, как раз я возобновил концерты в Москве. Я во второй половине 90-х годов приезжал несколько раз в Москву с концертами. Я провозил один раз с собой такой аккомпаниейший американский состав. Один раз я приезжал на гастроли, что тут состав был создан из местных музыкантов. Один раз я приезжал с такой акустической программой, с одним американским гитаристом. И когда я был здесь, ко мне обратились ребята с фирмы «Мороз». Такая еще есть? Еще нет? Нет, наверное. Кому нет? «Мороз». Такая вот была в 90-е годы. Была когда, да. «Мороз». С предложением выпустить «Центр» на «Морозе». И я с ними договорился и стали выпускать «Центр». Там я сделал специальный альбом в той же студии, когда мы записывали брюлик. Примерно с теми же музыкантами перепевки. Потому что тогда у меня вообще не было старых центров записи никаких. Мы сделали как бы новые версии. Переписали всякие песни «Центр» 80-х годов. Такая получила как бы серия «Центромания». А также там был бы как бы переиздан альбом «Тиктоникак». Так, еще там несколько альбомов. И в 98-м году на «Фирме «Мороз»» лежало два альбома, готовые, чтобы выпустить. А еще, кстати, говорят, там он был выпущен, альбом «Смотрим, бетон, известно, чего вот еще один альбом был». И лежало два альбома в ожидании тиража. И говорят, что ты знаешь, что сейчас вот лето. Но летом обычно ничего не выпускается, такой мертвый сезон. Давай подождем до осени, а осень мы выпустим. А уже все, был дизайн, альбом был вот такой у меня был. Электронный сборник, ремикс, назывался «Радио Савдеп». И еще один альбом. А, «Крапивное пламя». Два альбома лежали на фильме «Мороз», готовые к выходу. Просто ждали, пока осень наступит, более сезон. И в августе 98-го года, знаешь, что произошло? Да, конечно, мы тоже попали попозже. Произошел дефолт. И, значит, ребята из Москвы мне говорят, ты знаешь, у нас все закончилось. То есть, ну, грубо говоря, не выйдет альбомы. Потому что сейчас уже не до этого. И, значит, к тому времени я, это уже был, значит, какой-то там 99-й год, я по окончании института работал в такой фирме в Америке, называется «Хаузов Блюз». «Хаузов Блюз» – это сеть клубов в Америке, которая специализируется на такой, ну, что называется, на настоящей музыке. Там блюзы, американский рок, рок-н-ролл. И они в то время как бы работали с молодыми составами американскими, которые вот тоже такие, как бы, ну, не вот это вот, не попса, которая там создана продюсером, непонятно откуда выросла. А вот такие, которые начинали там со школы. Вот такие, у которых в ансамбле есть какая-то история. И я работал в их отделе, который назывался «Хаузов Блюз Диджитал». Тогда была первая какая-то попытка в интернет транслировать живые концерты из этих «Хаузов Блюз» из клубов, которых там было 7 или 8 в то время в разных городах Америки. Кто там выступал? И одновременно и аудио, и видеотрансляцию. Тогда вот только это начиналось в интернете. То есть они думали за этим будущее, так? И я непосредственно этим занимался. То есть работал на их веб-сайте, занимался этим бродкастом живых концертов из «Хаузов Блюз». И я понял, раз там это все в Москве накрылось, этим дефолтом, эти альбомы, я думаю, дай-ка я сделаю свой веб-сайт и выложу все на веб-сайте. И вот этот сайт «Центромания» создан в 99-м году, и он вначале вообще был на сервере «Хаузов Блюз». Там у них была еще вот одна розетка, куда можно было воткнуть мой диск. И вот я не знаю, кто может быть оценит, в 99-м году у меня был сервер с размером 1 гигабайт. Это вообще... Нереально тогда было. И линия была Т1 скорость, ну, кто знает, кто может оценит, это был 99-й год. И я сделал этот сайт «Центромания» и выложил в «МП-3» вот эти альбомы «Центра», ну, для бесплатного скача, потому что другого вообще выхода не было, чтобы их кто-то слушал, а тем более вот эти старые «Центры», они же ходили, в принципе, как «МП-3», только тогда на катушках, да, с рейс-распространителей. Дело кончилось тем, что ко мне стали поступать имейлы, тогда уже здесь людей и начали, и были такие жалобы. Ты что ж делаешь? Ты перешел в интернет, и вот дословно такие имейлы, чтобы скачать один твой «МП-3», меня занимает 8 часов, так? И это стоит мои месячные зарплаты, потому что в то время вот здесь какие-то первые там через телефон подсоединяешься, и какие дикие деньги стоило, так? Ну, теперь, естественно, это все через там сколько лет. Десять лет граждан. Да, и так у меня появилась, значит, как бы такая медийная, что ли, составляющая вот этого нашего, нашей дистрибьюции, и потом я сделал как бы свой новый лейбл, но это уже не лейбл, а скорее такая продюсерская организация «Центр Продакшнс», и я стал делать альбомы в интернете. То есть я понял, что раз ты уже в интернете, то тогда я попробую сделать альбомы в интернете. И мы сделали вот пару альбомов, «Пластикозаменитель» и «Курс доллара», полностью созданы в интернете через обмен файлами. У меня появлялись в Москве какие-то участники группы, которых я называю «Центр Бараттами», людей, которых я не знаю в лицо и никогда, наверное, не узнаю, но они... Помогали, да. Одна моя знакомая помогала тебе. Да, выполняли какие-то мои задачи как продюсер, что-то записывали, потом эти файлы приступали ко мне, я их монтировал, и вот мы стали делать вот такие эти альбомы. Да, теперь мы подходим к панку. Да, значит, группа «Рамон», «Саона Биссидейтед», это также у меня с этой группой истории такая, что вот когда я впервые узнал, что такое панк-рок. У нас, кстати говоря, сперва появился панк-рок английский. Sex Pistols, вот тот же Stranglers, Clash, там, Damned, вот эти английские составы. Damned даже. Ну да, да, да. Но потом уже, чуть попозже, я когда так уже влез чисто в исторические анналы, оказалось, что этот вот весь этот Clash, Damned, он был вдохновлен группой «Рамон» американский из Нью-Йорка, которая приезжала в Англию на гастроли и поразила вот молодежь тех лет, вот что это вот тогда был всякий там Genesis, ES, вот этот арт-рок, который так уже поднадоел людям вот этот пафос. Крупной формы, да. Крупной формы. Если ты там не виртуоз на бас-гитаре, то не светит, то сосоваться некуда. А тут оказалось, что там владеет тремя аккордами, и имея какую-то жизненную позицию, что вообще все ненавижу, вот, что горей на всю пропаду, все это Англия со всей этой своей вот этим истеблишментом, то можно сделать состав и иметь какой-то контакт, что ты будешь не одинок. И вот, если сейчас опять говорят об истории панк-рока, то вот «Рамонс», они вот являются оригинаторами, то есть вот они вот начали. Вот эта сама песня, а вон и беседает, она как квинтэссенция вот этого всего, и все идеи панка, на мой взгляд. «Рамонс» на «Радио Максимум». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Эстрадный оркестр с ним выступает Но чем меня эта песня, значит, как бы так отложилась в памяти Во-первых, мне сама мелодия DimaTorzok И я ее слышал, не знаю, сколько версий То есть изначально версии, эти два человека, гавайской гитары, гитариста Откуда это произошло? По-моему, 59-го года После этого, я не знаю, это были, наверное, сотни каверов на нее Все, кто есть, делали кавер на нее И в конце 90-х годов Брайан Ситцер Вот тоже сделал кавер И он меня полностью пробил, потому что я считаю, что вот Он вложил душу, вот, душу американца Именно как он сыграл А потом, значит, я выяснил, что за него даже Грэмми получил Вот за это, вот именно за это Sleepwalk Так что, поэтому, вот, изначально я говорю, что Если музыка хорошая, если песня хорошая То столько можно, там люди могут еще потом Грэмми получать Там через 40 лет на той же самой песне Главное, чтобы вот они хорошо к ней отнеслись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Программа «Биология» на радио «Максимум» Вы слушаете программу «Биология» У нас в гостях Василий Шумов, группа «Центр» Да, следующий проект, тут мы совсем абсолютно не знакомы Что это? Это, значит, некто BT Это не болгарские сигареты, бочки тротуара, как у нас это называлось Брайан Тресто, это такой уже в наше время один из таких авторитетов электронной музыки Продюсер, он сделал массу музыки для видеоигр, для фильмов, но эта самая композиция «Флейминг Джун», она года 94-го И вот тогда, вот если вы помните тот период, ну, по крайней мере, в Америке доминировал этот гранч сиатлский, вот этот гранч, все эти ансамбли из Сиатла, типа там «Нирваны», «Перл Джем», «Саунд Гарден», «Мат Ханни», ну там, в общем, все вот из этого из Сиатла этот лейбл «Сап-поп» заполонил, значит, вот весь радиоэфир И я все равно интересовался вот этой электронной музыкой, ну там еще с детства, и вот появился такой какой-то новый стиль в этой электронике, который, как бы, они назвали «Дримхаус», вот И вот этот вот «Би-Ти», вот именно с этой композицией «Флейминг Джун», вот там, на мой взгляд, это такой был, как бы, ну, водораздел, что ли, вот, что заявил о себе вот этот новый стиль «Дримхаус», из которого появился потом вот такой известный Роберт Майлз Вот эта песня его, «Чилдрен», которая, по-моему, потом заполонила все эфиры И вот, наверное, «Радио Максимум» тоже был необделен Майлзом, да, вот этой песней Я думаю, да, лет 10 назад Да-да-да, вот, и именно вот эта «Флейминг Джун», она, как бы, такая вот квинтэссенция, вот концепция, что такое «Дримхаус», который до сих пор, кстати говоря, продолжается там, многие составы работы в этом стиле Что, да, «Би-Ти» на «Радио Максимум» «Би-Ти» на «Радио Максимум» Радио Максимум» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Деграунд в 80-е годы как-то не нашел широкого представления в радиоэфире. Добро пожаловать в Казахстан! 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 лет как-то эти группы как-то будут лучше представлены. И знаешь, вот несколько лет назад произошли несколько рьюнинов. То есть, например, Юрий Орлов собрал опять Николай Коперник, переиздал Родину. Журавлев опять собрал Альянс. А такими хуками для этого было, например, группа Брейнсторм с Гришковцом перепели «На заре я сделал хук». То есть, как-то это через другое поколение начинает как-то произрастать. Слава Богу, дело вот в том, что иногда какие-то вещи, когда в момент их появления они были не востребованы из-за того, что они были впереди своего времени или просто широкие массы еще были не готовы, чтобы это дело как-то воспринимать именно на таком более широком уровне. Да, очень интересный разговор, но все, конечно, когда-нибудь заканчивается, заканчивается наша передача. Перед тем, как мы послушаем еще одну песню группы «Центра», Вась, в двух словах, что нам нужно сдать в будущем? Может, ближайший концерт? Вот прошли слухи, что должен был выйти трибют группы «Центра». Значит, тут у трибют любопытная судьба. Значит, все, кто интересуется трибютом и кто хочет принять участие в трибюте, пожалуйста, контактируйте с директором нашей группы Павлом Кличко. Его можно найти на нашем сайте «Центромания.ком». У кого есть какие записи, потому что стали поступать записи вообще от любых музыкантов. То есть, если раньше, когда трибют начинался, ну, действующие ансамбли принимали участие, теперь люди звонят и говорят, ну, вы еще трибют делаете? Делаем. Ну, это я сейчас запишу что-нибудь. Это вообще такие домашние комнаты. Вот я знаю, там, из Таврополя есть один. Я говорю, я специально собрал ансамбль для трибюта, для одной песни. А еще поступил какой-то из Нового Косино. Такое впечатление, что, да, там, человек психически возбужден был. Вот. Ну, трибют продолжается, так. А то, что вот у меня в руках, я сейчас вам дам картинки, это я инициировал такую акцию под названием «Содержание». И вот что это такое. То есть, то же вы будете наблюдать, значит, эту акцию в течение 2009 года. Я оказался в Москве за много-много лет впервые в период Нового года. Вот, встречи 2009 года. И имел первый раз за много лет возможность посмотреть телепередачи новогодние, праздничные. И в частности, музыкальные. То, что, значит, предлагалось людям. Я потом еще впервые попал вот в эти три недели полного запоя. И когда все, страна не работала, для меня тоже было совершенно новое ощущение. Вот. Ну, и я посмотрел вот просто, ну, в силу того, что впервые вот эти все музыкальные шоу преды новогодние и посленовогодние, потом они были прокручены еще раз, потому что был старый Новый год, вот теперь еще то же самое, еще повторно. Вот. И у меня оказалось, появилась такая идея, а почему бы не провести акцию с музыкантами, с людьми искусства и культуры под названием содержание? Потому что мне показалось, что вот эти все программы имеют одну общницу, у них нет никакого содержания. Так? То есть, вот сама суть этой программы, вот там кто-то есть, вот они заполняют экраны свои и пространство, ну, вот и все. То есть, а музыка, я считаю, ну, и вообще творчество о соответствии с жизнью, ну, должна иметь содержание хоть какое-то, так? И я вот предложил провести такую акцию содержания, вот мы придумали такой логотип из десяти гитар со словом содержание, сделал пару песен и предлагаю их записать коллективно как первый шаг, то есть, всех желающих, кто разделяет вот эту идею, что давайте наполним наше творчество и, соответственно, жизнь содержанием, хотя бы, ну, хоть каким-нибудь, хоть что-то, вот есть что-то сказать, ну, скажи. Потому что люди же потом получается как бы вот эффекты охлаждения, вот они смотрят такие передачи, молодые, так скажем, музыканты говорят, ну, вот чтобы быть популярным в телевизоре, надо делать что-то типа этого, ну, а что типа этого, вот я говорю, что вот, ну, не надо вам объяснять. Да. Вот, и такой, как бы, процесс охлаждения, то есть, не то, что больше содержания, а наоборот, люди сознательно делают бессодержательные, лишь бы вот, не дай бог, кто-то задумается, о чем же там поют они, или у них есть что-то сказать, не дай бог. Вот, и я, значит, предлагаю прости такое акцию содержания в течение 2009 года. Отлично. А ближайший, может, концерт, Василий? Значит, я думаю, что начиная с весны, начиная с весны, у нас вот будут концерты, вот именно вот с этой программой, такой центр Classic Hits. Мы будем играть так же, как мы играли в 80-е годы, то есть, вот, гитары, барабаны, без каких-либо компьютеров, без ничего. И именно вот, как меня много раз просили... Это и произойдет. Да, это и произойдет. Отлично. Ну вот, наш разговор окончательно подошел к концу. Спасибо огромное за эти два вечера, которые мы провели вместе с Василием Шумовым, лидером группы «Центр», легендой русского рока. Еще раз мы хотим поблагодарить MySpace, а также Полину Загурову, за то, что она помогла встретиться с таким интересным человеком, как Василию Шумовым. Кстати говоря, насчет MySpace Russia, значит, в течение месяца наш альбом «У прошлого нет будущего», как эксклюзивная акция проходит на русском MySpace, в течение месяца его можно слушать полностью, бесплатно, все 13 треков. Значит, вот, большое спасибо MySpace Russia и Полине, и всем ребятам, которые работают на русском MySpace. Да. А мы обращаемся с вами до следующей недели. У микрофона был Шуроби-2. Лёва Бедван. Ольга Страховская, Лена Лихачева, Денис Хрущев, Василий Шумов. Мойте уши и марш в постель. Мойте уши и марш в постель. Субтитры подогнал «Симон» Прошлого нет, будущего И не запрасывай удочки В средневековые мраки Это под хвост собаки Иди сюда Ты вчера, нет завтра И не смеши, космонавта Про семи дней мироздания Прочетность самопознания У счастья нет условия Сколько бы не пустословились У рабства нет прощения У VIP нет ощущений Участник У СМЕРТИ У СМЕРТИ Выдаёт нереальные генсы У СМЕРТИ 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 Максимум.